Мы просто рассмотрим уникальность самого биткоина. Сама история такая, что монета имеет свой протокол, по которому следующее получается. Всего циркулирует в мире на всех компьютерах 21 миллион биткоинов. Ограниченное число. Оно не может быть удвоено, утроено. Оно может только сокращаться. Оно ограничено. Еще раз, это самое ключ. То, что в самом протоколе сделано, не может быть ни на одну биткоину больше, чем 21 миллион. Их только может быть меньше. Что значит меньше? Когда биткоина придумали, опять-таки, это очень серьезная тема. Кто ее придумал, у кого ума хватило это сделать и раскрутить и так далее. Это должно быть, создалась определенная ситуация с технологиями вовремя. То есть, это другая отдельная тема. Когда люди, в то время, когда начиналось все это, они... Биткоин ходил направо и налево, в принципе, между людьми, которые делали веб-сайты, которые покупали и продавали вещи, как на ebay. И биткоин в это время стоил там 1 доллар, может быть, даже 50 центов. Есть такой случай, что один купил 2 куска пиццы за 10 тысяч биткоинов. Это было примерно 6 лет назад или 7 лет назад. Это можно посмотреть на интернете. Он на CNBC выступал. И сейчас, конечно, все смеются с него, что он заказал 2 куска пиццы за 10 тысяч биткоинов. В то время очень много людей потеряли ключи к монетам, которые они имели. Эти ключи хранились на компьютерах. Эти ключи хранились у кого-то на телефонах. Тогда еще телефонов особо таких не было. В основном это на компьютерах. Hard drive накрылся, и ключи тоже накрылись. И это прослеживается. Это видно, что на сегодняшний момент примерно осталось, по рассмотрению специалистов, 17 миллионов биткоинов. То есть разница между 21 и 17, они потеряны. Их никто не имеет, никто не сможет получить право к ним. Они остались у кого-то на hard drive, кто-то потерял ключи, кто-то каким-то образом не записал слова к этим ключам. Но, во всяком случае, примерно 17 миллионов циркулирует. В мире создается определенная ситуация, как сейчас мы видим. Цены начинают расти вверх, политическая нестабильность, получается природная активность увеличивается там и там и там. Происходят определенные моменты, когда, в частности финансовые, когда федеральная система резерва печатают деньги направо и налево. Неважно, какое государство. И этот станок никогда не останавливается. С биткоинами это имеет противоположное совершенно дело. У нас ограниченное количество, допустим, 17 тех миллионов, которые упомянул. И они никаким образом не могут быть увеличены. Получается ситуация, что в один момент, когда финансовая система показывает сбой и какой-то беспорядок, вот эти вот фиат, евро, доллары, различные другие финансовые инструменты, они будут искать место, куда же перейти, в какой вид ресурсов, в какой финансовый инструмент. Мы уже говорили. Золото, да, замечательно. Серебро, да, замечательно. Какой недостаток? Резкое передвижение или миграция людей в той или иной район. Сразу же автоматически получается самый большой недостаток. Вы не можете двигать физически, потому что оно тяжелое. Самый большой недостаток. Вам надо охрана для того, чтобы держать это. Вам надо тележку, чтобы катить. Вам надо карман, чтобы карман не оторвался. То есть это самый большой недостаток. Что происходит с биткоином? Вы можете его двигать в уме. Достаточно знать 12 слов, ну или 24. Это действительно правильно будет в одно время. Это может быть поднимут до 36 слов. Это просто вопрос секьюрити. Вы можете двинуть это в любую сторону, без границ. Биткоин не имеет границ на передвижение. Ни одна кастомс не знает, что у вас в голове ключи есть. Вода не смоет этот ключ. Все, что может произойти, это человек просто-напросто забыл эти 12 слов. То есть это самое большое преимущество. Если вернуться к 17 миллионам, то в один момент, когда вот эта финансовая система начинает хромать, то люди поймут и люди увидят, что единственным safe heaven является виртуальность монеты. Тот же биткоин. Золото, как я сказал, хорошо, но очень большой disadvantage. Вы не можете двигать золото. Немножко запромнуть наперед. Через некоторое время золото упадет в стены. Нет, оно поднимется очень высоко. И это будет самое последнее существование в истории золота. Оно ляснится до минимальных размеров. Я не знаю, правда, это будет синтезация золота, либо у нас откроются какие-то несмертные сокровища золота, которые каким-то образом сдерживались. Но это другая тема. Так вот, биткоин сам по себе имеет вот эту ситуацию, когда вот эти, допустим, 17 миллионов людей войдут и всего лишь возьмут по одной биткоине, и эта цена взлетит. Естественно, ресурсов намного больше. Если взять market cap золота, это, по-моему, 8 триллионов долларов. Если взять market cap real estate, там что-то 270 триллионов долларов. Ликвидность эта будет постепенно переходить в виртуальность. Хотите ли вы или не хотите? Она будет идти. Независимо от желания человека. Он будет поставлен рамки перейти на это. И для этого есть все инструменты, которые для этого надо. Поэтому, вот если рассмотреть одну эту биткоин, почему он будет расти? Потому что это не централизованная система номер один, а ограниченное количество монет номер два. и богатство, которое можно двигать без границ в любую точку мира в реальном времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...